Продолжение следует... Как много плюсиков. Наверное, слишком хорошо меня слышно. Ну что ж, коллеги, сегодня мы с вами продолжаем наш цикл вебинаров от компании Директ Медиа. Сегодня с вами буду я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И мы с вами коснемся темы «Библиотека Non-Fiction. Специальная платформа для публичных библиотек». Но, как всегда, перед тем, как перейти к основной теме, пара общих слов. Ну, во-первых, для тех, кто вошел только что в наш чат, я предлагаю перемотать его в начало. И там вы увидите две полезные ссылки. Одна из них – это ссылка на наше расписание вебинаров. Расписание вебинаров на первое полугодие 2017 года. В этом расписании вы, кроме того, что можете посмотреть, какие нас ждут вебинары, ну, примерно. Конечно, расписание не может быть точным на такой длительный период, но тем не менее. Кроме того, что посмотреть эти вебинары, можете сразу записаться на каждый из этих вебинаров, даже на самые дальние. Далее вы можете посмотреть прямо на той же страничке, посмотреть записи всех наших предыдущих вебинаров. И по второй ссылочке вы можете перейти, там располагается наш видеоканал на YouTube. На этом видеоканале мы помещаем записи всех наших вебинаров, не только этого года, но и прошлогодние. Там же хранятся наши учебные ролики и много другой интересной видеоинформации. Я вам предлагаю на этот канал подписаться, и тогда вы будете иметь постоянный доступ к нашим видеоматериалам. Следующий момент, который я хотел бы осветить. Как всегда, наша сегодняшняя презентация, моя сегодняшняя презентация, она доступна для скачивания. Чтобы скачать презентацию, надо перейти... Вот, обратите внимание, примерно в этом направлении вы увидите ряд кнопок. Эти кнопки управляют вебинарной комнатой. Там вы увидите кнопку «Поднятая рука», «Смайлик», третья кнопочка «Открывающаяся папка». Вот, последовательно нажимая на эту кнопку, можно включать или выключать окошко ресурса, которое появляется справа от основного поля презентации. В этом окне ресурсы есть ряд ссылок и один файл, собственно, презентация. Скачать файл можно, нажав, вот обращаю ваше внимание, нажав на изображение дискетки рядом со строкой, которая определяет название файла. Не на само название, тогда ничего не произойдет, а именно на саму дискетку. Вот так можно скачать и иметь эту презентацию у себя. Я напоминаю, что мы... Для большинства наших презентаций, которые проводятся на наших вебинарах, действует такое правило. Вы их можете применять для любых своих мероприятий и вебинаров, но желательно со ссылкой на нас прямо использовать те же самые слайды. Мы совершенно не против. Ну и последнее, что я хотел бы... О чем хотел бы сказать перед тем, как приступить к вебинару, это то, что все участники наших вебинаров получают электронные именные сертификаты. Вам автоматически после участия в вебинаре придет письмо с ссылкой. По этой ссылке вы должны перейти на наш портал, зарегистрироваться там или просто войти, если вы уже были там зарегистрированы, и вам станет доступна ссылка на скачивание вашего именного сертификата. Это цветной сертификат с подписью, печатью. Его можно распечатать на цветном принтере. Это будет нормальный сертификат, который можно использовать. Вот, собственно... А, да. Ну, я единственное хотел бы сказать, что если вы хотите получить полноценный сертификат, вам надо здесь на вебинаре зарегистрироваться под полноценными своими фамилиями и отчеством с большой буквы, русскими буквами, потому что иначе сертификат будет выписан так, как вы здесь себя написали. Это не всегда для вас удобно. Ну что ж, коллеги, наверное, предварительные слова мои закончены. Давайте перейдем, собственно, к теме, к сегодняшней теме. Сегодня я расскажу об одном из проектов, из онлайн-проектов компании DirectMedia, библиотеку Nonfiction. Ну, не знаю, насколько та аудитория, которая здесь присутствует, знакома с другими проектами компании DirectMedia. Компания наша – это и издательство, и компания-агрегатор, которая агрегирует электронный контент. Наш основной продукт – это электронная библиотечная система университетской библиотеки онлайн, которая создана в основном для вузов, ну, не только для вузов, для колледжей тоже. Ну, в основном ее назначение служить для высших учебных заведений. Ну, и у нас есть и ряд других онлайн-продуктов, которые построены примерно по такому же принципу, как электронная библиотечная система для вузов, но имеют ряд отличий. Ну, в частности, убран лишний функционал, который не нужен для этих проектов, и одним из таких проектов является библиотека Non-Fiction для публичных и научных библиотек. Это особый наш продукт, который мы предлагаем библиотекам, не обязательно вузовским, ну, и в основном не вузовским, конечно, которые могут представлять интерес для широкого круга читателей, не обязательно студентов. И давайте я сейчас постараюсь об этом продукте вам рассказать. Что на этом продукте? Что есть в этом продукте? Ну, во-первых, на чем она построена? На каком контенте? Контент в основном представляет широкий интерес. Это в основном не художественная литература, научно-популярная, немножко научная или техническая литература, литература, периодика. В общем, все то, что включает в себя слово Non-Fiction. Когда мы употребляем это слово, то вот как раз мы такие книжки постарались собрать в этой библиотеке. Книги предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя. С этим принципом мы чуть-чуть попозже познакомимся подробно. А сейчас просто расскажу. Мы считаем, что этот принцип наиболее удобен библиотекам с точки зрения использования их бюджета и, самое главное, эффективности использования бюджета. В данной модели данная модель позволяет сначала не покупать доступ к всей коллекции, а сначала изучить спрос своих читателей и в зависимости от их спроса подключать те или иные издания к к вашей в число включать в число доступных книг именно эти книги. Доступ к этой библиотеке осуществляется либо со стационарных компьютеров, либо с мобильных устройств, как из помещения библиотеки, так и из дома. Для этого вы можете заказать у нас любое число аккаунтов. Собственно, аккаунты совершенно не привязаны к цене. Они просто их можно раздавать тем пользователям, которые захотят использовать читать книжки онлайн. Ну, вот основной адрес нашей библиотеки. Давайте я его задублирую в чат. Пока можете посмотреть эту библиотеку, не входя в нее. В конце презентации я расскажу, как пользоваться, как можно подключить пробный доступ к нашей библиотеке. главная страница нашей библиотеки выглядит примерно так. Вы сразу попадаете в среду книг. Здесь у вас и новинки, и самые популярные, и строка поиска, по которой сразу можно искать книжки, и слева рубрикатор, а также сверху разделы разделы библиотеки, такие как досуг, образование, деловая литература, периодика, научная литература, аудиокниги, предметы или дисциплины, ну и тематические коллекции. Чуть попозже я о некоторых из этих пунктов расскажу. Вот не помню, только есть ли у меня отдельный слайд по аудиокнигам, давайте я вам расскажу. В нашу библиотеку входят также и аудиокниги, их, если не изменяет память, около двух тысяч. Это книги, которые можно слушать. Ну, собственно, я не буду говорить, что из себя представляете аудиокниги. Скажу лишь только, что это не только дань времени, но и возможность подключить к вашей библиотеке людей со слабым зрением, которые предпочитают книжки слушать, а не читать, ввиду отсутствия такой возможности, или если у них это плохо получается, если у них слабое зрение. Итак, в нашей библиотеке около 50 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре нонфикшн из примерно 300 издательств, которые издают книжки на русском языке. Повторюсь, фонд библиотеки изначально рассчитан на широкий читательский интерес, хотя там есть и книги достаточно специфические, и классические учебники или классические книги для широкого технического применения. Вот я, например, перед вебинаром просматривал контент библиотеки нонфикшн, нашел там книжку, по которой я в свое время изучал электротехнику в ВУЗе. Это была дополнительная книжка, в то время пользовалась огромным спросом. Это Андрей Анго «Математика для электро- и радиоинженеров». Чрезвычайно интересная книга, в свое время жутко дефицитная. Мы там обивали пороги букинистических магазинов, чтобы ее купить. Уже в то время она была букинистическая, а вот здесь у нас есть. Так что широкий читательский интерес, он совмещен с некоторыми такими специфическими, они не специфические области, скорее это такой вот широкий интерес в рамках отдельных специализаций. Вот эти вещи тоже покрыты, эти направления тоже покрыты нашей библиотекой Nonfiction. Библиотека Nonfiction не повторяет полностью университетскую библиотеку онлайн. В ней с одной стороны несколько меньше наименований, там нет чисто вузовских учебников, но с другой стороны там есть те издания, которых нет в университетской библиотеке онлайн. Это связано во-вторых с позиционированием наших онлайн проектов, а во-вторых с позиции издательств, которые могут передать нам права на распространение книг для одного проекта, но не передают для другого проекта. Это совершенно отдельный проект, поэтому совершенно разный договорный процесс по каждому из этих направлений. ну вот тут мелко я привел не для того, чтобы сейчас это все прочесть, подключенные библиотеки, чтобы посмотрели несколько десятков библиотек уже пользуются нашей библиотекой Nonfiction, это национальная библиотека КОМИ, Мунициальное объединение библиотек Екатеринбурга, Калининградская областная, ну и так далее. По всей России существуют библиотеки, которые уже подключились к нам. Ну вот это как бы просто для сведения, чтобы вы знали. Также большое количество издательств, как я сказал, мы используем издательства книги примерно 300 издательств, вот некоторые из них здесь приведены. Ну конечно среди издательств и наше издательство представлено наиболее полно тоже издательство Direct Media и как вы увидите это издательство практически полным своим ассортиментом представлено в библиотеке Nonfiction. Есть у нас и периодика, это примерно около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет. Да, ну и вот то, о чем я говорил вам, о том, что более 200, 2400 аудиокниг как для лиц с ограниченными возможностями по зрению, так и просто для тех, кто любит потреблять книги именно в таком варианте. Несколько слов иностранная периодика. Вы знаете, надо уточнить, сам я просматривал, я такую не встречал, честно говоря, но надо уточнить, я в конце вам приведу контакты нашего менеджера, который сможет вам ответить более точно на этот вопрос. Тематические коллекции. Ну вот, тематические коллекции это такая форма представления контента, которую мы стараемся по этому принципу мы стараемся организовывать издания как, ну, внутри почти всех наших онлайн-сервисов и онлайн-проектов. Есть тематические коллекции и в университетской библиотеке онлайн, есть в нашем интернет-магазине тематические коллекции, где их, кстати, можно скачать с большой скидкой, с огромной даже по сравнению с ценой каждого издания. Тематические коллекции это подборки книг, подборки сделанные профессиональными библиографами, знатоками, книжниками, которые знают какие книжки представляют интерес, какие нет и что можно включить в ту или иную коллекцию. Их у нас несколько, если уже не за сотню тематических коллекций различных. Тематические коллекции постоянно пополняются. Ну да, ну и вы, конечно, должны понимать, что как любая онлайн-модель потребления библиотека нон-фикшн это не зафиксированное количество книг, это постоянно пополняемая изменяемая коллекция, в которой постоянно что-то новое появляется, в том числе и тематические коллекции. Тематические коллекции, как правило, по 1-2-3 коллекции в месяц возникают новые. Этими коллекциями, конечно, очень удобно пользоваться при изучении материалов по данной теме. Это удобно и студентам, и аспирантам, и преподавателям, которые этот вопрос изучают. Ну, также это, конечно, интересно просто тем людям, которые интересуются данными вопросами. темы тематических коллекций не являются специальными, как раз они в основном содержат такие темы, которые доступны и интересны широкому кругу читателей. Хотя, конечно, внутри этих коллекций могут находиться и достаточно серьезные книги, которые требуют подготовки, но сама тематика, она очень широкая, и сама подборка является ценностью. То есть, по ряду направлений не надо идти в библиотеку и долго-долго перебирать карточки или электронный каталог, а вот готовый набор изданий, которые можно почитать от нескольких десятков до сотни и более изданий, которые можно почитать по данной теме. очень много интересных материалов, и, кстати, постоянно мы добавляем какие-то актуальные коллекции, актуальные темы, прошу прощения, актуальные темы, вот, например, к февралю этого года была добавлена тематическая коллекция, сейчас не помню точно ее название, печальные юбилеи 2017 года, вот одна из таких коллекций посвящена февральской революции 2017 года, тоже очень интересная коллекция, но вот я немножко, наверное, заговорился, люблю эту тему про тематические коллекции, у нас очень интересные люди занимаются этим, несмотря на то, что эти коллекции часто содержат книги исторические уже и достаточно старые, тем не менее, вот, сами по себе, сам по себе этот подход, на мой взгляд, очень плодотворный. Ну, прежде всего, чтобы понять, как работает интерфейс, хочу сказать, что в самом низу главной странице нашего сайта или, как говорят, в подвале сайта, находится, вот я в увеличенном виде этот фрагмент привел, приводятся инструкции для библиотекарей и инструкции для читателя. Ну, инструкция библиотекаря, она доступна только тогда, когда вы вошли под логином и паролем библиотекаря, который управляет всей этой системой, да, ну, а инструкция читателя доступна даже читателю. то есть тому человеку, который получил от библиотекаря логин и пароль на вход. В принципе, библиотека доступна и без входа в нее, но без возможности чтения книг. инструкции достаточно удобные, поэтому я с этого собственно и начал разговор об интерфейсе библиотеки Nonfiction. Просто имейте в виду, что сразу лучше всего перейти туда, в подвал сайта, эту инструкцию открыть и прочитать. И после чтения этой инструкции практически все становится понятным, как дальше пользоваться и что дальше делать. Хотя, на самом деле, интерфейс настолько прост, что, в принципе, его можно освоить и без этой инструкции. Но, как говорится, лучше все-таки сначала почитать, потому что некоторые вещи могут быть немножко не так поняты. Итак, комплектование по требованию. здесь я вам показываю библиотеку со стороны читателя сначала. Вот, что происходит, когда в самом начале, когда вы получаете эту библиотеку в свое употребление, в свое пользование. Ну, во-первых, давайте расскажу общие правила пользования библиотекой. если вы получаете библиотеку уже на постоянной основе, то есть заключаете договор, то вы на любую сумму, начиная от 50 тысяч рублей, можете заключить договор, который включает в себя единственное требование, чтобы книжки, которые вы потом выберете для своего употребления, они входили бы в эту сумму. У каждой книжки есть своя цена, которая согласована с издательством, это, по сути дела, издательская цена. И вы книжку из библиотеки можете положить в свою корзину или не положить. Вот комплектование по требованию это такой механизм, который позволяет вам отобрать книжки, интересные вашим читателям. Собственно, никто не мешает вам и как библиотекарю тоже сразу отобрать книжки на интересующую вас сумму и пользоваться потом только этими книжками. Но возможен и другой механизм, когда вы сразу кладете в свою корзину, в свой фонд некоторое небольшое количество книг, а весь остальной бюджет оставляете на откуп своим читателям. читатели, которым вы раздали логины и пароли, обращаются к библиотеке, находят интересные книжки. Они могут полистать книжку, то есть посмотреть несколько ее страниц. И после этого, если книжка им интересна, они могут нажать на кнопку отправить заявку. Отправить заявку это значит, что в вашем кабинете библиотекаря появится соответствующая заявка, которую вы можете акцептовать или нет. То есть вы посмотрите цену этой книги, посмотрите насколько эта книга может быть интересна вашим читателям, кроме того, который заказал ее, и можете эту книжку акцептовать и таким образом списать со своего счета определенное количество рублей. После этого эта книжка становится доступна как этому читателю, так и всем остальным читателям вашей библиотеки на тот срок, на срок подписки, на который была осуществлена. Если к концу вашей подписки какая-то сумма остается на вашем счете, она переходит на следующий год, если вы продляете свой договор. Вот такая примерно ситуация. сейчас я расскажу чуть-чуть подробнее о том, какие еще есть нюансы. Вот теперь мы переходим к рассмотрению кабинета библиотекаря и в этом кабинете начнем с кнопочки профиль. В профиле хранится информация о вас, как о библиотекаре, ваш e-mail, логин, и вот тут есть такая интересная деталь. можете здесь автоматически разрешить подписку читателям, подписку на книжке ценой до определенной суммы. Вот собственно при нажатии на вот эту вот стрелочку возникает вот такая вот выбор и вот шагом в 100 рублей вы можете этот порог установить. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы немножко автоматизировать вашу работу. Если вы считаете, что относительно дешевые книги вы можете позволить читателям выбирать самим и, соответственно, помещать их в ваш фонд, то вы можете это сделать. При этом у вас не будет головной боли связанной с тем, что вам постоянно надо какие-то делать, акцептовать те книжки, которые заказаны читателями, скажем, вы считаете, что вы должны подумать только тогда, когда книжки стоят дорого, а если книжки стоят дешево, то и разговаривать нечего, пусть себе читатели сами потихонечку выбирает ваш бюджет. Книги, цена книг в фонде, она колеблется в очень широких пределах, ну, практически от почти нуля или даже нуля, есть такие, по-моему, книжки, до тысячи рублей и более, если это какая-то очень дорогая издательская книжка. Вот, поэтому тут есть о чем подумать и есть как оптимизировать свою деятельность. конечно, конкретный механизм, как вам это удобно будет делать, это можно будет определить уже по ходу вашей работы, и, соответственно, вот это назначение, его можно будет менять, ну, или вообще убирать эту настройку, чтобы, если вы считаете, что только вы должны определять лично каждую книжку включения ее. фунт, вот, то тогда можно вообще не ставить здесь ничего. Что еще есть в кабинете библиотекаря? Ну, во-первых, информация о запрошенных книгах, вот, собственно, это та часть, которая ведет нажатие на вот эту вот кнопочку, то есть, когда читатель нажал на эту кнопочку, в этот момент в вашем кабинете библиотекаря, вот, вот здесь вот, возникает вот эта строка, вот, допустим, вот эта книжка, она была запрошена, вы видите ее стоимость 100 рублей, дату, когда была произведена заявка, и информация о том, что она ожидает подтверждения. Здесь вы можете либо нажать на галочку и тем самым положить эту книгу в свой фонд, списав вот эти 100 рублей, либо нажать на крестик и, соответственно, запретить это, то есть, отказать этой заявке из каких-то соображений, ну, может быть, экономии вашего фонда или какой-то другой. Вот здесь у вас есть сумма оставшегося вашего баланса, на который вы можете рассчитывать при вашей дальнейшей работе. Все остальные книги, они уже одобренные или отклоненные, они вот здесь вот есть и в колоночке статус отображается их то, что вы с ними сделали, одобрили или отклонили соответствующую заявку. Да, ну, вот, чтобы эта колоночка была виднее, вот тут все три статуса видны. Это отклоненная книга, одобренная книга, либо книга, ожидающая вашего одобрения. вам доступна статистика по книгам, то есть вы можете посмотреть, какие книги были прочитаны и кем из ваших читателей, вот, и, соответственно, сколькими, сколькими читателями были прочитаны. Эта информация, конечно, очень интересна для ваших, вашего дальнейшего поведения в системе. Например, если вы увидели, что вот какие-то книжки очень популярны, и в следующий раз вы просто эти книги включите уже автоматически сами, а те книжки, которые были запрошены одним читателем и больше никем не читались, вы можете их запретить и с тем, чтобы какие-то другие книги в следующий раз вошли в ваш фонд, и это было бы, возможно, они будут более востребованы вашими читателями. Да, ну, разумеется, это все можно выгрузить в Excel и проанализировать уже средствами офисных продуктов. Те книги, которые отложены в фонд библиотеки, попадают вот сюда, и по вот этой вот кнопочке фонд библиотеки вы все их можете посмотреть, они располагаются по алфавиту, по авторам, и вы можете листать их и просматривать, что попало или что нет. Также вы можете выгрузить эту табличку фонда в Excel и анализировать уже средствами офисных продуктов. есть информация по вашим читателям. Собственно, тут можно просто просматривать их фамилии, имя, отчества, мейлы или фильтровать по каким-то иным критериям. В общем-то, больше тут особенно делать и нечего, но также можно в Excel эту табличку выгрузить. По умолчанию вы запрашиваете какое-то количество логинов и паролей, которые мы для вас открываем, но вы можете запросить и дополнительно эти логины и пароли. Напоминаю, что в этой модели комплектации по требованию количество логинов и паролей не является ресурсом, то есть вы не платите за это никаких денег, сколько вам надо, столько вы их и получаете. Просто большее количество читателей, они, разумеется, могут запросить большее количество книг, соответственно, конкуренция между ними за то, чтобы была одобрена та или иная книга, она будет более жесткой, если она вообще есть. Вот только так они влияют на бюджет вашей библиотеки. То есть вот это надо иметь в виду, что количество читателей не является оплачиваемым ресурсом. У сайта есть мобильная версия, для этого надо просто приписать буковку М к тому адресу, который я привел. Эта мобильная версия может воспроизводиться на гаджетах, но однако же у нас в настоящее время идет работа над полноценным мобильным приложением. Я думаю, что мы его запустим где-то до конца года, несмотря на то, что и предыдущая версия, просто мобильная версия сайта, она достаточно удобна, ей пользоваться можно, но по крайней мере на планшетах точно ей достаточно удобно пользоваться, она не хуже нашей основной версии. Вы можете подключиться к нашей библиотеке Nonfiction разными путями, либо через иностранку, библиотеку иностранной литературы имени Рудамина, они являются нашими уполномоченными, ну, не скажу, что дилерами, это просто распространителями нашей библиотеки, либо конкретно через нас отправив заявку на вот этот адрес менеджер DirectMedia.ru, либо обратившись к менеджеру проекта, который ведет собственно проект библиотека Nonfiction это Алексей Архангельский, вот его телефон и его адрес электронной почты, он вам подробно может рассказать и ответить на те вопросы, которые вас интересуют, либо лично, либо обратившись к нашим специалистам, которые по контенту, которые комплектуют библиотеку. Да, ну и конечно вы всегда можете воспользоваться нашей техподдержкой, если вы что-то не понимаете или что-то не так не дай бог функционирует. Значит в настоящий момент у нас есть два варианта для пробного подключения. Во-первых это стандартное пробное подключение на месяц, если не изменяет память, когда полностью открыта библиотека, ну или есть вот такая акция у нас сейчас действует, мы можем вас подключить на год с суммой подключения 10 тысяч рублей, эту сумму не надо платить, это как бы наш бонус библиотекам, и вот в течение года вы можете потестировать нашу библиотеку в рамках вот этих 10 тысяч рублей, посмотреть как она функционирует, устраивает ли она ваших пользователей, нужны ли эти книжки вашим пользователям, и далее уже принять решение о заключении договора. Собственно вот и все, продукт не такой сложный, поэтому у меня сегодня ушло меньше часа на его описание, я думаю, что я достаточно подробно его описал, и если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я постараюсь в меру своей компетентности ответить на них. так, ну вот я не вижу пока вопросы, вспоминаю, все ли я вам сказал про нашу библиотеку. Ну что ж, коллеги, я думаю, а можно вам задать один вопрос, на который вы в чате ответите. Какие библиотеки вы представляете? Есть ли среди вас вообще люди, которые представляют публичные или научные библиотеки? Назовитесь, пожалуйста, просто поставьте плюсик, не надо ничего писать, откуда, откуда, что. Да, понятно, есть. Ну вот у нас есть, конечно, некоторые проблемы, связанные с тем, что контингент наших обычных слушателей вебинаров, это все-таки в основном вузовская аудитория, не так там нам просто достучаться до публичных у нас в общем не со всеми есть контакт, но вот все-таки вижу, да, что есть. Хорошо, хорошо, коллеги, вот тех, кто есть и те, которые, может быть, пока не подписаны, я как раз призываю воспользоваться вот этой акцией, попробовать нашу библиотеку подключить. Я не думаю, что у вас займет это много времени. Светлана Викторовна, да, вам тоже спасибо за то, что вы пришли. Как всегда, напоминаю, если вы захотите напомнить, возобновить в памяти вот этот вебинар, он через, к концу недели он появится в его запись, его видеозапись появится вот по тем адресам, которые приведены в начале чата, и вы сможете этим вебинаром как воспользоваться сами, так и продемонстрировать его тем вашим сотрудникам, которые, если вы кому-то поручите заниматься этой библиотекой. Ну что ж, коллеги, тогда спасибо за внимание. Я ухожу из основного эфира, если вдруг останутся какие-то вопросы, еще в течение пяти минут буду в чате. Спасибо, что пришли. Приходите на наши следующие вебинары. Да, прошу прощения, я совсем забыл про... Обычно я в начале вебинара предлагаю наш следующий вебинар, и следующий наш вебинар будет такой. Одну минутку, не расходитесь пока. следующий вебинар будет посвящен единому окну доступа в различный ЭБС. Сейчас, 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 сейчас я расскажу. Он будет завтра, следующий вебинар, и вести его будет сейчас имя, отчество напомню себе, Владимир Михайлович Лютецкий из Библиопоиска, научный директор производственного объединения Радуга-Лик. И сейчас я приведу, собственно, ссылку на то, чтобы зарегистрироваться на этом вебинаре. вот эта ссылка, зарегистрироваться, да, можно прямо сейчас, я думаю, что вебинар будет интересный, спикер, с ним мы уже договорились, все будет нормально, завтра вебинар, да, регистрироваться также, просто по этой ссылке заполняете форму, и вам приходит, придет письмо о том, что вы зарегистрировались, а за час до начала вебинара еще одно письмо придет с уведомлением о том, что через час будет вебинар. И вот как сегодня вошли, так и завтра сможете войти. Ну что ж, коллеги, давайте я тогда с вами прощаюсь, приходите на наши вебинары, кстати, это, конечно, следующий вебинар, он будет не последний, еще будет очень много вебинаров. Вы знаете, я не знаю, о чем точно будет говорить завтрашний спикер, да, вот приходите и узнаете. Ну, я знаю, что он будет говорить о технологии, будет ли это связано с конкретным сайтом, или как-то по-другому будет, я, честно говоря, не знаю. Да, вот это как раз из первых рук вы узнаете, это те эксперты, которых мы приглашаем для того, чтобы они рассказали о своих продуктах. Вот, так что будет, наверное, интересно. Будут и другие вебинары на этой неделе, я, в частности, расскажу о нашем проекте ArtPortal, это будет в четверг, ну, вот по той ссылке на вебинары, ну, ладно, давайте я вам приведу, потому что это мой вебинар, мне хотелось бы, чтобы вы на него пришли. Называться он будет так, ресурсы ArtPortal для уроков мировой художественной культуры и художественного развития школьников, на самом деле, конечно, не только школьников, но и студентов, да и вообще достаточно интересный продукт, свободный, по крайней мере, в большей своей части свободный продукт, и вот по этой ссылочке можно будет зарегистрироваться, это будет послезавтра, тоже в 12 часов. Мы стараемся все наши вебинары проводить в 12 часов, чтобы вас особо не, чтобы вы к этому времени пришли. Все, ну, на этот раз я уже два раза прощался, на третий раз окончательно попрощаюсь. Спасибо, что пришли, приходите на наши другие вебинары. Всего хорошего. Спасибо.